Мне 46 лет, меня зовут Евгений, я из Москвы и я алкоголик. На самом деле, 12 лет живу здесь, занимаюсь инвестициями и торговлей алкогольной продукцией, вином и крепкими напитками. А еще у нас есть ресторан и будет кафешечка скоро красивая. Я инвестор, моя подруга Татьяна управляет всем бизнесом. Она занимается красотой, я немножко считаю цифры. Так и живем. Назад не поедем. В Лондоне я первый раз был в 2004-2004 или 2005 году. У меня было какое-то представление, он сразу стал... Ну то есть, как раньше было у всех, было такое клише, кто не был в Европе, что там столица Европы это Париж и вот это вот все. Вот эта вся аура вокруг, увидеть Париж и умереть. Вот. И Париж я увидел на 2 или 3 года раньше Лондона, но когда оказался в Лондоне, понял, что вот мне очень нравится, когда все дома разные, даже если они уродские. Но они по чьим-то уродским представлениям о красоте сделаны. И мне очень нравится, когда ты видишь, что все живут отдельно с маленьким огородиком, я сразу понял, что это мое место. Еще за 2 или 3 года до иммиграции. Очень важны люди, которые по коду совпадают с тобой. Но вот я как-то не общался месяца, ничего страшного. Это страшно в том, что это ничего страшного нет, уже когда месяц не общался. В целом, друзей, близких среди англичан у меня нет и не будет. Среди русских... Ну, основное общение, конечно, людей, близких по духу. Ну и будет только больше в ближайшее время, в этом нет никаких сомнений. Наши власти, Россия, все делают для того, чтобы у нас была здесь более насыщенная, интересная культурная жизнь. Было больше новых друзей. Мне нравится в Лондоне воздух. Мне нравится общий уровень культуры. Мне нравится, как работает скорая помощь и полиция. Мне нравится, что в целом, если ты прав, ты можешь рано или поздно отстоять свою правоту. Мне нравится спокойствие и большое количество денег. Мне не нравится, что все долго и дорого. Мне не нравится мэр. Я считаю, что он просто абсолютный вредитель. Вот социалистами бывают два вида людей. Идиоты и мерзавцы. Обычно, если социалист-политик, то это мерзавец. Но мне кажется, вот мэр как раз идиот нынешний. Вот и так бизнес дышит на ладу, но он все дороги, что не перекопал, то перекрыл. Вот мой любимый район Мэйфэр для работы, потому что здесь нет социальных домов. Ну, здесь иногда бывают залетные гастролеры, потому что это концентрация и денег, и моды, и банков, и флэкшип-сторов. И здесь и старые какие-то деньги, и какие-то странные арабы, еще более странные русские, французы, американцы. Все перемешалось. Тихие, скромные какие-то миллиардеры, напыщенные банкроты. Вот это все. 6-7 лет назад, в целом, вечером было неприятно по какой-нибудь там Huffman Street или Whitehorse Street гулять, потому что они выглядели как подворотни времен Джека-Потрошителя. И если посмотреть те проекты, которые сейчас, там сотни миллионов фунтов инвестиций во всякую красоту. Вот как мы выбрали этот магазин. Мы долго-долго искали, ходили, ходили, искали, искали, искали. Потом мы выбрали это место, оно выглядело мало того, что дом страшный, как моя судьба, еще и сам магазин был абсолютно чудовищный, его не переделали с 60-х годов. Крысы какие-то внизу, запах каких-то старых бутеров, какая-то рыба, какие-то окна грязные, просто как сапоги красноармейца. Вот, мы подошли, посмотрели, ну вот прям неприятно было заходить. А потом на следующий день Татьяна присылает фотографию мне вот около этого грязного магазина три несвязанных друг с другом Роллс-Ройса стоят. Хорошие сапоги надо брать, Мариус Винтер. Как ты интегрируешься в английское общество? Ты чувствуешь, что ты... Вся прелесть жития в Челси и работы в Mayfair заключается в том, что тебе нет никакой необходимости, ты можешь зарабатывать миллионы и даже миллиарды с нулем интеграции в английское общество. С нулем интеграции в английское общество миллиарды. Это я вот опять-таки не утрирую, мой товарищ Андрей это продемонстрировал несколько месяцев назад. С нулем интеграции, вообще не касаясь в этом прелести этой страны. Поэтому этот город такой богатый, потому что каким бы ты ни был, позволяет тебе зарабатывать. Обычные люди обсуждают людей, интересные люди обсуждают события, а великие люди обсуждают идеи. Вот ты должен обсуждать идеи, если ты хочешь какого-то большого результата. Иногда события, а людей лучше вообще не трогать. Если вам не на что кушать, занимайтесь каким-нибудь делом, которое даст вам еду, из-за которой потом будет не стыдно. Как только вам будет что кушать, занимайтесь любимым делом, потому что иначе у вас будут проблемы с психикой. А проблемы с психикой неизлечимы. Не обманывайте себя и не пытайтесь себя заставить делать то, что вам не нравится. Оно так или иначе выйдет боком. КПА и планирование – это такая основа бизнеса любого? Нет. То есть, ну, видишь, что… Никогда этого не делал. Был же бизнес и без этого. У нас же не было КПА. Их потом пытались навязать как-то, но косовато выходило. Ну, а как же стратегия тогда? Ты же должен понимать, где ты будешь через какое-то время, где будет твой бизнес. Ты сел на лодку, набрал соленого мяса, много воды, какого-то рома, уксуса, пушечных ядер, пороха и поплыл открывать Индию. А какой у тебя бизнес-план? Какой нахер бизнес-план? Вот, ну, вот объясни ветру свой бизнес-план. Вот он сегодня есть, завтра нет, завтра бури и тебя нет. Нет. Объясни, объясни, вот, природе свой бизнес-план. Расскажите Господу о своем… Покажите Господу свой бизнес-план. Все чушь собачья, абсолютно. И тогда я подошел к зеркалу и попытался несколько раз честно произнести «я люблю советскую власть». Можете честно сказать? Вот подойти и сказать честно. Вот скажите, вот сыграйте фразу «я люблю советскую власть». Ну, я ненавижу советскую власть. Ну вот, я подошел к зеркалу несколько раз, сказал «я люблю советскую власть». У нас сидели несколько вице-президентов, я попросил их подойти и сказать «я люблю советскую власть». Никого не получилось. Никого не получилось.